Всем привет, мои дорогие друзья и ребята, с вами Юранка и сегодня я хотел вам рассказать о том, как можно устанавливать карты на Майнкрафт. Во-первых, когда вы скачиваете какую-то ту или иную карту, у неё должна быть написана и указана определённая версия, для какого Майнкрафта она предназначена. Сегодня я вам покажу этот вариант на примере карты под названием The House 2. Самое главное, что стоит учесть, это чтобы ваша версия Майнкрафта с версией карты, для какой версии Майнкрафта она предназначена, совпадали. В моём случае это Майнкрафт 1.16.5, The House 2, карта весит, по-моему, на порядок около 100 мегабайт, сделана сторонними разработчиками. Когда я открываю архив, у меня здесь появляется вот такая вот надпись, ну то есть, собственно, название самой папки. Итак, что мы с вами делаем далее, друзья? После этого нам с вами необходимо открыть папку с Майнкрафтом, у вас должно быть отображение включено-скрытых файлов и папок. Что мы с вами делаем, смотрите. Мы с вами заходим в раздел этот компьютер, затем мы заходим в локальный диск C, после этого мы заходим с вами в пользователи, имя вашего пользователя, затем мы с вами заходим в папку AppData, скрытая папка. Далее, roaming.minecraft. И как бы это очевидно не казалось, папки maps тут нет, если моды было понятно, как добавлять, то здесь чуть посложнее. Нам необходимо будет добавить папку вот эту, перенести The House 2 в папку saves, проще говоря, сохранение. Она у меня здесь уже присутствует, но вам нужно будет просто ее сюда переместить полностью, без архива, а именно из архива просто, то есть, вы вытаскиваете папку и сюда ее добавляете. После того, как вы, в моем случае я заменяю файл, у вас они не должны будут предлагаться к замене, то есть, у вас будет название уже присутствовать в вашей папке, и что после этого вам необходимо будет с ней сделать. После того, как вы все это дело перенесете, вам необходимо будет уже, после удачного переноса, открыть просто ваш Minecraft. В данном случае это у меня в Duty Launcher. Кстати говоря, я хочу вам сказать, что некоторые какие-то карты предлагают ресурс-паки. Они в себя уже имеют встроенные ресурс-паки, их не нужно устанавливать по-стороннему каким-то образом, а заходите в главное меню, иногда бывает, даже в автоматическом режиме происходит смена ресурс-пака, который нам с вами предлагают. Кстати говоря, сейчас, возможно, у вас будет черный экран, вы не увидите, что у меня как будет выглядеть. То, что вам нужно будет зайти, это раздел загрузки мира. После того, как вы зайдете в раздел загрузки миров, вы увидите название вашей карты. Мне, наверное, надо будет сейчас полноэкранный режим просто выключить, потому что сейчас, возможно, у меня не будет отображаться ничего, все, что будет происходить на экране. Я уже это просто заметил не первый раз, так как у меня запись идет сейчас с рабочего стола, и по этой причине такое может произойти, случится сбой. Так. С полногоэкранного режима просто мне нужно сейчас будет выйти, чтобы вам показать, как это все делается. Происходит довольно долгая загрузка, но ничего страшного. С вами дожидаемся. Сейчас я выключу, ребят, полноэкранный режим, потому что я понимаю, скорее всего, что вы ничего не видите. Все, что может происходить на экране. Так. Значит, сейчас погодите. Сейчас я его выключу, это все дело. Все. Смотрите, друзья. Значит, мы с вами заходим в раздел одиночной икра, и вот он, наша карта. The House 2, темная сущность. Когда вы ее загружаете, в автоматическом режиме, скорее всего, у вас подгрузится также и ресурс-пак. У меня он изменялся в автоматическом режиме, поэтому тут что-либо менять совершенно нужды нет. То есть я загружаю, нажимаю, я знаю, что делаю, и после этого у нас с вами происходит загрузка. Мир уже созданный каким-то разработчиком сторонним, то есть это творческий режим у нас с вами. И есть также определенные какие-то правила игры, а вот разработчиков, которые можно, кстати говоря, прочитать. Вот, в моем случае, вот происходит загрузка этого мира. Ну и вот, собственно, то, что я вижу. Вот, все, карта у меня отлично прогрузилась. Я могу бегать, прыгать и играть. Так что на этом все, друзья мои. Громно спасибо за внимание, до новых встреч. Курвините, не переключайте. Вот, обратите внимание, ресурс-пак у меня также поменялся. То есть внешний вид, вот, загрузочного меню у меня также другой. Ну и надписью чуть так же по-другому выглядит. Если вдруг вам необходимо будет сбросить ресурс-пак, он в автоматическом режиме после выхода в главное меню изменяется. Так что на этом все, до новых встреч. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. С вами был Ощуранка. Скоро увидимся, не переключайтесь. И пока-пока. Будет много всего крутого, ребятушки.